Сегодня мы будем делать штуки свинья. Нам понадобится ктулка, туалетная бумага, пластилин разных цветов, стеки и бумага тишины. Такая будет бумага. Почему розовая? Ну, так вот здесь. Не знаю. Вот, как бы увидел острее. Так. Сначала я предлагаю укоротить втулку, чтобы у нас копилка была не такой большой. Поэтому нам еще можно и не нужно. Я не распределяю. Сколько что-то уже. Так. Теперь мы разрезаем втулку где-нибудь вот так. Ну, можно не так совсем мало, но давайте наполовину. Короче, как у вас хватит пластилина? У меня наполовину хватит. И у меня пластилина вообще много просто. Наполовину точно хватит. Я буду делать не розовый, а бежевый. Я буду делать не розовый, а бежевый. Вот полфурулки, с которым. У нас так полфурулки на целом. Бежевый. Так. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Так. Продолжение следует... Значит, тут у нас будет дырка. Сюда можно будет вкладывать монеты, деньги. Они будут палать сюда. А тут у меня будет крышка из пластилина. И можно будет открыть и достать все деньги. И чтобы деньги не пачкались из пластилина, они будут в лоштунке. Дальше. Можно еще тишину дальше. Вот тут сделают дырку на пластулке. И чтобы бумажные деньги класть в эту дырку сюда. И по тишью, чтобы они спускались сюда. Да, а тут тоже пластилин мог бы выйти в дырку на тишью. Но давайте сделаем сначала саму целью. Размеры. Потом уже будем надумать с втунками. Если у вас бежевого пластилина нет, можете заменить каким-то. Ее можно сделать каким угодно. Если пластилина мало, то рассчитывайте, сколько вы сможете отрезать от этого. Продолжение следует... Я пока разминаю пластилин. Продолжение следует... Теперь постарайтесь раскатать свинью не совсем прям тонко, но потоньше. Такой длинный... Лист, так сказать, пластилин. И потом мы будем передавать форму свиней. Но чтобы у нас все насмелось, мы будем делать это во втулке. Кстати, я так подумала. Наверное, с тишью не надо, чтобы там еще бумажные деньги как-то проходили. Потому что их надо будет подталкивать. Потому что все равно они тут будут застревать. Сделаем просто, чтобы сюда монетки и деньги. Сколько поместится. Погу сделать побольше. Сейчас посмотрю, пластилин это и на тот и на этот хвост просто. Лучше размять надо. Форму можно сделать. Надо еще сделать, чтобы это все не про тело. А то я как-то микрофон делал. Липил большой такой микрофон из пластилина. Заказал черные пластины. Только не такие. А такие большие пластины. Две, по-моему. Потратил там пластилин. Все, сделал, слепил. Потом стал закрывать. Это не у вас там мастер-класс. Это, наверное, вообще сам по себе. И у меня он стал, когда его держать в руках, чуть на него надавишь, он стал туда проделываться. Внутрь проседать. И обратно к нему применяется. Я там делал из пластилина колбаски. Типа как провода там. Все, чтобы можно было открыть. Типа там провода. Ну, как открыть? Ну, если там вдруг надо будет что-то ремонтировать. Нет, это можно исправить ножом. Там сделать, потом степом разрезать его. И потом залепить надрез. Там же исправить. Но там надо много работать. Потому что там надо сначала все кнопки отделать. Потом прикрепить втулку, чтобы она проседала, чтобы на нее оборачивалась. Потом еще залеплять. Вот такая примерно получена. Будет нормально, мне кажется. Ну, так. Продолжение следует... 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 Так, теперь... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот тогда сразу в тунгу прикрепляйте пластерин и старайтесь ее снаружи облепить, а внутри не надо ничего пока делать. Внутри пока отверстия сделали и все. Потом доделаем внутрь, пока снаружи форме. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, я все еще со всех сторон приглаживаю к втулке. Сейчас мы будем делать лицо. Тут мне кажется она не из пластилина, поэтому тут лицо нарисовано маркером. Я сделаю пластилином. Вы как хотите можете маркером, можете пластилином. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Думал, я пока уши отлеплю. Пока сделаю еще не лицо, а укреплю в некоторых местах. Я вижу, что тут... Вот видите, как ямки, как точки. Где-то он как рвется, слишком тонкий. Сейчас еще один слой. Продолжение следует... 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 Если будет тут торчать, ничего страшного. Теперь уже можно делать снизу такую же крышку, как сверху, только не делать дырку, а сделать. Сначала сделаем пол, потом сделаем второй слой, потом вырежем круг, чтобы открывалась эта штучка, и сделаем ручку, ножки и будем заканчивать. Сегодня долго мы лепим, крутая поделка, вообще понравилась мне. Я сам придумал. Не брал нигде там винтик, ей просто нашел фотку, чтобы мне самому два раза не лепить. И все. 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 Вот. Я сделал дабартук. Теперь прикрепляем к свинюхе. копейки. Тут уже надо будет сделать весь круг. И кстати, тут не надо прикреплять вторым слоем, я так подумал, не надо. И все. Тут мы сделаем вот такую вот ручку. И куда надо будет вытащить деньги, чтобы отсюда пальцем там не лазить. мы будем брать вот так и высыпать все. Ну, чтобы сюда тоже ничего не прилипло, сейчас мы сделаем тишину. вот так вот. Теперь делаем ложки. Теперь делаем ложки. Давайте сделаем так, чтобы они были примерно одного размера. Ножки, как мы делаем, не делаем ничего мега сложного. Просто такие тужи, как купола и прикрепляем их. Спасибо. 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 Сильно большими не делайте. Прикрепляем третью. И прикрепляем последнюю, четвертую. Перезакрываем. И у нас поделка готова. У нас получается вот такая свинья. Копинка стоит. Сюда, например, мы кидаем монетку или купюру. Сморачиваем. Сморачиваем. Вот тут мы делаем за ручку. Забираем крючку. Забираем деньги, которые мы накопили. И закрываем. И купим на следующую мечту. Ну что, на сегодня все. Спасибо, что вы пришли ко мне на мастер-класс. До свидания. Приходите еще.